Сегодня в Республиканском Центре Комикультуры пройдут святочные посиделки. О том, как они будут проходить и кто примет в них участие, нам расскажет Евгения Лобанова, методист Центра Комикультуры Республики Коми. Евгения, здравствуйте. Здравствуйте. Это будут первые такие мероприятия или они проводятся ежегодно? Нет, такие мероприятия в Центре Комикультуры города Сыктывкар проводятся каждый год. Они будут проходить в Центре Комикультуры Сыктывкара, да? Да, сегодня в 18.00. Кто может принять в них участие? В них участие может принять любой желающий, но мы предупреждаем, что наше мероприятие будет на коми-языке обязательно. К нам придут землячества. Усть-Куломское землячество обязательно придет, землячество Сысольского района. Также люди, которым небезразлично все вот это вот крещение, святки, заинтересованные люди придут. Что принесут с собой землячества? Они будут проводить какие-то свои гадания традиционные или, может быть, опять же, будут традиционные угощения свои сделаны? Ну, гадания мы будем проводить сами, а землячества придут со своими ансамблями, хорами. Будет выступать хор Эжвакатын, Сыктывму, ансамбль Хорошее настроение и ансамбль Зарниань. А кто еще из приглашенных, может быть, звезд, гостей выйдет? Только выше названия. Вот это наши звезды, да. А вообще план вечера каков? Что будет сначала? Выступление, а потом ближе к вечеру гадание или наоборот? Ну, у нас есть сценарий, будет бизонсцена. Все секреты, конечно, не хочется раскрывать, но гадания мы будем сами проводить, и в процессе, по сценарию будут выступать хоры. Какие гадания запланированы? Ну, для коми характерны страшные гадания. Страшные гадания, конечно, мы проводить не будем сегодня. Мы будем проводить гадания с помощью спичек. Это как проходит? Нужно взять коробок спичек, параллельно поставить к уголкам две спичинки, загадать для девушки молодого человека, для молодого человека девушку, зажечь и посмотреть, что получится. Если спички будут смотреть друг на друга, то они будут вместе. Если в разные стороны, то пара не получится. Вот так вот, на самом деле, все зависит от того, насколько качественно сделаны спички, может быть, на фабрике. А тут судьба человека решается. Какое еще гадание? Какие еще будут? Расскажите нам. Еще будет гадание с помощью иголки и нитки. Ну, это на будущих детей. Нужно взять в одну руку иголку с ниткой, держать над второй рукой. И если иголка будет рисовать круг, то первой родится девочка. Если она будет маячить из стороны в сторону, то первым будет мальчик. А если дети уже есть? Ну, значит, на следующих. Понятно. Что вообще планируете? Насколько планируете, будет теплая атмосфера этих посиделок? Ну, обычно в наших мероприятиях, организованных Центром Камин-культуры, у нас всегда теплая атмосфера. И приходят люди, которые постоянно к нам приходят. То есть они знают, куда они идут и активно участвуют в играх. То есть меняется состав участников раз от раза или основной костяк сохраняется? Есть костяк, но новые гости, конечно, тоже бывают. Вы сами их приглашаете или они где-то услышат и наоборот тоже самостоятельно приходят? Кто-то звонит сам, кто-то смотрит, находит объявление в газете и звонит. Кого-то приглашаем мы. А как вообще часто у вас подобные мероприятия устраиваются? Имеется в виду не связанные с гаданиями, а вот регулярность вообще устраиваемых мероприятий? Ну, да. Вот, например, даже вчера был вечер в клубе Микс, назывался святки.ру. Наш центр тоже принимал участие в организации этого мероприятия. Как прошло? Очень интересно прошло. А что там было? Было много молодежи. Собирались национально-культурные автономии. Евреи были, немцы, азербайджане, армяне и коми. И как эта дискотека? Эта дискотека всем очень понравилась. И наших организаторов уже звонили и благодарили. Ну что ж, будем надеяться, что такое национальное единение продолжится. Спасибо вам большое. Только что Евгений Лобанов рассказал о том, как пройдет сегодня крещенский вечер в центре комикультуры города Сыктывкара.